МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. Здравствуйте, Виталий Юрьевич! В 2020 году Рязань станет новогодней столицей России. Заявку предложил подать губернатор Николай Любимов. Эстафетную палочку мы примем от Тулы. Расскажите, как проходила церемония и кто был нашими соперниками? Это было очень празднично, очень торжественно. И, конечно, для нас это большая радость и большая ответственность. Что касается конкурентов, то мы о них не знаем, потому что Министерство культуры Российской Федерации не объявляло те регионы, которые участвовали непосредственно в этом конкурсе. Но можем догадаться, какие регионы принимали участие, потому что в кулуарах, беседах, на конференциях, координационных советах был ряд регионов, которые говорили о том, что да, они подавали эти заявки. Нам очень приятно, что именно Рязань стала центром проведения таких больших торжеств, потому что проект все больше набирает обороты, и регионы по-настоящему стараются бороться за это звание. Известно, какие были критерии при отборе? Дело в том, что первый такой разговор, он состоялся еще в 2017 году между губернатором Рязанской области Николаем Викторовичем Любимовым и министром культуры Российской Федерации Владимиром Ростиславовичем Мединским с участием заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Юрьевны Маниловой. Она непосредственно инициатор этой идеи. И по итогам проведения Координационного совета Рязанской области было предложено подумать на этот счет, потому что понравилось, как был организован Координационный совет Всероссийский по культуре и туризму. Видели наши возможности, видели, как развивается кластер рязанский, туристская инфраструктура, сфера гостеприимства, уровень мероприятий. Собственно, вот это основные моменты, связанные с тем, что Рязань стала таким центром. Все больше форумов международных, всероссийских проводится на территории нашего региона. Это, собственно, и стало вот таким основанием для проведения в Рязани, в Рязанской области, такого крупного всероссийского мероприятия. То есть, по сути, нам предложили... Да, было такое предложение поучаствовать в этом проекте, но в связи с тем, что передача непосредственно происходит уже в январе, в декабре были направлены документы, и в самом начале января мы узнали, что именно Рязань стала таким центром. Что означает статус новогодняя столица? Вот что он дает городу, который становится им? Вообще, проведение таких крупных проектов, мероприятий на территории региона, города Рязани, любого города нашей страны, это очень важно. Это мобилизация сил, это и дальнейшее приведение в порядок и благоустройство наших населенных пунктов. Сразу надо отметить, что проект развивается, и, конечно, сегодня разрабатывается концепция, и обязательно в этот проект будут включаться и наши самые интересные туристские центры региона. Помимо Рязани, конечно, и Касимов, и Скопин, и другие муниципалитеты, наши ведущие музеи. И что хорошо, что и все центры туристические, и все важнейшие центры предприятия торговли, питания, да и промышленные предприятия, вообще весь регион, он должен подключиться к этой большой работе. Потому что, да, очень важно провести на высоком уровне мероприятия, но очень важно, чтобы к этому сроку мы были максимально готовы с точки зрения приема гостей, с точки зрения того, как выглядят улицы наших городов, наши дороги, трассы. Так что это замечательный повод еще раз мобилизоваться и более быстрыми темпами улучшать качество жизни в нашем регионе и в городе Рязани. Первой новогодней столицей стала Казань. Министерство культуры федеральное выделило ей 10 миллионов на развитие. С тех пор цифры только увеличиваются. Известно, сколько получит Рязань? Какие-то финансовые прогнозы? На сегодняшний момент пока это неизвестно. Вы понимаете, мы только 7 января получили, собственно, переходящую снежинку. Поэтому сегодня готовится концепция празднования. И эта концепция будет обсуждаться с населением Рязани, Рязанской области, с общественными организациями. То есть будет очень широкое обсуждение всех моментов, связанных с организацией этого большого праздника. А дальше уже пойдут заявки и понимание стоимости и каким образом мы будем работать с федеральным центром, с партнерами, которые должны обязательно появиться у такого большого проекта. Так что эта работа еще предстоит. То есть мы подготовим смету и уже в федеральный... А дальше уже будем определяться, кто и каким образом нам будет помогать. Вы уже упомянули, что жители тоже будут принимать участие. Это будут опросы, к которым мы уже успели привыкнуть. Это форматы опросов, это большое количество площадок, где будут обсуждаться самые разные темы. Еще раз хочу сказать о том, что, да, действительно, очень, кажется, легкая, очень праздничная тема, которая нравится всем. Но здесь важны подходы, потому что и вопросы, связанные с символикой этого праздника, бренд-буком, и вопросы, связанные с легендой, которая будет основанием в проведении этого праздника, это тоже очень важно. И, конечно, широкое продвижение – это только часть вопросов, которые предстоит решать всем вместе. Когда оформляли заявку, наверняка уже были какие-то наработки по мероприятиям, которые состоятся, по концепциям. Вот сейчас мы уже можем о чем-то говорить? Что-то уже готово? Или хотя бы идеи какие-то наброски? Ну, пока об этом говорить рано, потому что сейчас только первоначальный идет процесс. Мы знаем, что есть уже некая модель проведения. И, допустим, Тула, она дала уже вот такой месячный формат проведения этих празднований. Понятно, почему в этот месяц привлечение туристов, гостей – это очень важная часть. Сейчас мы уходим от вот этих внесезонных рисков, потому что мы хотим, чтобы как можно больше гостей к нам приезжало в разные сезоны, в том числе и в декабре. Обязательные условия – это яркие проекты по открытию, в том числе Большого льда, в том числе по новогодней ночи красочной, по рождественским мероприятиям. Это большое количество площадок в наших городах. Это замечательное сообщение, ну, практически туристических шаттлов, да, которые будут следовать в наши интереснейшие малые города и интереснейшие музеи, которые находятся не на территории города Рязани. То есть есть вот уже некая модель, которая не обязательно войдет целиком в будущее празднования, и есть специфика региональная. Мы понимаем, что мы должны очень ярко показать Рязань, традиции, регион, и мы должны, конечно, стать настоящей всероссийской столицей, новогодней. А для этого мы должны быть интересны всей нашей стране, от Калининграда до Дальнего Востока, и это тоже важная задача, которую мы должны решать. Что может стать такой опорной идеей? Есть ли уже какие-то наработки в этой сфере? То есть у нас есть бренд «Грибы с глазами», да, есть вот бренд города Буквейр, который мы уже приняли, есть наш любимый Сергей Есенин. Вот, что может подойти на статус новогодней столицы? Вы знаете, большое количество уже идей, но эти идеи, они выйдут далее, потому как, если я сейчас вот начну говорить, это скорее будет... Ну, несомненно, это связано с теми брендами, знаменитыми людьми, это связано и с потрясающими нашими народными промыслами. Потому что на Совете по культуре, который вел президент в декабре, Владимир Владимирович Путин сказал, что замечательная идея о проведении в 2020 году года народного творчества. Для нас это тоже важно, это очень интересно, потому что Рязанская область сохранила как места бытования народных промыслов. В народном творчестве мы действительно всегда очень сильны, и это тоже должно стать такой важной идеей проведения. Потом мы проводили уже и в рамках форума древних городов, и в другое время большие гастрономические фестивали, мероприятия. Это тоже должно стать важной частью проведения вот этого большого проекта. У нас более насыщенной, наверное, все это заметили, стала жизнь в новогодние дни, в новогодние рождественские на территории города Рязани и в регионе. И там есть идеи заложенные уже, которые вполне могут воплотиться уже в рамках этого проекта. Потом был фестиваль впечатлений, историй рождественских. «Встретимся на Рождество». Это тоже такая заявка на очень интересный, очень добрый рождественский проект. Так что будет много интересного, уникального, и будут приниматься идеи в том числе жителей нашего региона и города Рязани. То есть сейчас можно сказать, что этот год был пробником. На следующий год мы масштабируем то, что хорошо получилось и что-то бывает. Обязательно будем двигаться, тем более, что сегодня города России, каждый регион старается как можно больше интересного показать именно в эти дни. А потом у нас, конечно, интереснейшие учреждения региональные, города Рязани, наших муниципалитетов. Очень интересные легенды, мифы, сказки, истории, которые мы обязательно должны будем воплотить и в брендбуке, и уже непосредственно в плане мероприятий. В течение года нас ждут еще два крупных мероприятия. Это форум «Древних городов» и конкурс пианистов, который в этом году прошел впервые. Чем удивят они, рязанцев и гостей города? Форум «Древних городов» с очень интересной повесткой. В этом году практически это форум «Древних городов.Театры». И приглашаются театры разных стран и регионов России. Уже сегодня есть заявки об участии от нескольких стран. И мы понимаем, что афиша будет очень яркая, очень красочная. Будут участвовать уличные театры, будут участвовать национальные театры. Мы сегодня думаем о том, каким образом будет представлен гастрономический театр. То есть такая новая форма. То есть сегодня и концертные коллективы, театры народной песни также дают нам эти заявки. Очень интересное направление. И проект, мы ожидаем, войдет вот именно в этой части в наш национальный календарь. Очень важно, что в этом году будет и новая конференция. Конференция историков, тех, кто занимается социокультурной, изучением социокультурного направления жизни древних городов. Уже будет открытое совещание. Проводится ассоциация древних городов, которая создается по поручению губернатора. Конференция архитекторов, интереснейшие уличные проекты, мероприятия, в том числе связанные и с арт-объектами, и новым взглядом на форум древних городов. Мы ожидаем большего количества стран и городов. Поэтому с 14 по 18 августа мы говорим рязанцам, оставьте эти числа для того, чтобы не уезжать, находиться здесь. Здесь будет очень интересно. Что касается первого международного конкурса, фортепианного конкурса русской музыки. Он у нас начнется в конце ноября, и уже 8 декабря этого года мы узнаем первых победителей этого конкурса. Очень масштабный проект, который будет состоять из нескольких этапов. В 11 странах мира пройдут отборочные этапы. Причем это Северная, Южная Америка, Европа, Азия, ну понятно, Россия. И к нам приедут лучшие из лучших. Уже сегодня заявлено, что почетным гостем, участником нашей концертной части будет лауреат международных конкурсов, выдающийся музыкант нашего времени Николай Луганский. Мы, конечно, этому очень рады. 100 музыкантов со всего мира приедут к нам в конце ноября. И это будет только русская музыка. Этот проект в прошлом году был представлен на Ливадийском форуме, получил поддержку. И он важен еще тем, что во всем мире будут изучать произведения русских композиторов. И, естественно, все эти исполнители потом будут представлять эти произведения своей публике и в Аргентине, и в Бразилии, и в США, и в Великобритании, и в Китае, и в Японии. Так что очень большой размах и очень широкое освещение будет этого конкурса. Идут мероприятия в поддержку международного конкурса пианистов. Совсем скоро будет исполнение первого концерта Чайковского филармонии. То есть программа уже запущена. Спасибо вам большое за интересную беседу. Действительно, очень много всего запланировано. Надеюсь, рязанцы смогут оценить по достоинству все ваши задумки. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был Виталий Попов, министр культуры и туризма Рязанской области. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова